Помогай одному человеку, получишь оплату от другого. Привет, я Даша и сегодня тебя приглашаю в мой мир, детство и отрочество. Всё началось с того, что я потеряла свой журнал Barbie. Знаешь, в 90-е продавались журналы, сначала только про Barbie, потом уже Аллочка развернулась, и продавались всякие диснеевские журналы. Король Лев, что там ещё, Аладдин и так далее. Вот этот журнал Barbie, который надо было с планетным наклейками, я очень-очень любила. И несмотря на то, что он рассчитывал на детскую аудиторию всё-таки, он у нас лежал в одном шкафу, я сразу всё равно перелистывала, он мне усиленно помогал чувствовать себя действительно девушкой, а не какой-то там сенькой мышкой, помогал мне, не знаю, в стиле. И несколько лет назад я не обнаружила свой журнал на обычном месте. Я подняла панику, нигде квартир его не было. И вот недавно я вспомнила о том, что несколько лет тому назад, да что там несколько, давным-давно, 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 мама отволокла много книг в гараж. Я думала, что это книги, знаешь, всякие 13 съезд КПСС, Карл Маркс и тому подобное. Ну, я подумала, что там может быть и журнал. Журнала там не оказалось. Но зато я там нашла целую стопку книг, которые я давно-давно не знала, куда они делись, что с ними случилось. Оказывается, они были в гараже. Так что таким образом я занималась спасением книг. И теперь я спасенных моих деточек буду тебе показывать. И сразу настройся на болтовню, потому что я ностальгирую. И я всегда помню, в каких ситуациях я в первый раз читала книгу. Как мне жаль, что я не включила диктофон, когда была в гараже и обнаруживала одно сокровище за другим. Нет, волосы были цензурными. Ну, это было бы забавно дать тебе их послушать. Ну, поехали. Хватит болтовни. Детективы в тогах. Генри Винтерфельд. Это детектив. Да, действительно, но он происходит в Древнем Риме. И расследуют римские школьники достаточно. Ну, нам сейчас кажется, что это преступление мелочь. Но в те годы это было что-то вообще невыразимо ужасное. Кто-то сделал надпись на стене храма. На самом деле, это впечатляющее издание. Если ты уже мамочка, имеешь собственное дитё, то я бы очень советовала почитать дитю эту книгу, потому что с первого прочтения действительно запоминаешь все нюансы именно римской культуры. Я до сих пор помню очень многое только благодаря вот этой книге, хотя у меня очень много других документальных книг по мифологии, по культуре всех цивилизаций мира. Но именно благодаря этой книге я всё-таки помню информацию о именно римской культуре, римской цивилизации. Такая вот книга «Недостающее звено». Автор Ларичев. Я, кстати, ещё заранее заизняюсь за их состояние. И всё-таки большинство им больше 20 лет. К тому же они пролежали несколько лет в гараже, понимаешь, да? Детективный роман археологии составлен из невыдуманных историй. То есть, да, здесь описывается именно моменты такие исторические. Это всё невыдумка, это гранковатое слово. То есть, просто рассказывается о... Как-то может гадаться по обложке Астралопитеки, Неандертальицы, кто-то ещё предки наши. Считается, что предки наши. Я помню, в детстве очень много раз порывалась её прочитать полностью. Но несмотря на то, что она мне представлялась интересной, мне как-то ни разу это не удалось сделать сразу. Сейчас дочитаю текущую книгу, которая у меня сейчас находится. На спальной тумбочке и прикроватной тумбочке и прямую запечатывание всего, что я откопала. Марк Твен. Включение Тома Сойера. Включение Гриттель Белефина. Вот эту вещь я вообще терпеть не могла в детстве. Не знаю, как я её сейчас. Её восприму, ну там Сойер, как мама могла её отнести в гараж. Это же классика, в конце концов. Я понимаю, она могла бы это почитать детской книгой, но почему в гараж? Почему не в библиотеку хозяк? Хорошо, что не в библиотеку. Книга осталась спасена. Моя любимица Шарлотта Бронте, Джен Эйр. В какой-то момент когда-то я спохотилась, а где моя любимая Джен Эйр? Мы перерыли с мамой всю квартиру, мы так её не нашли. Обе прекрасно помнят, что дома она у нас была. Да, ключевое слово «была» в прошедшее время. Как это она оказалась в гараже? Знаешь, самый примечательный способ, как я начала читать эту книгу? Благодаря уроку английского языка. Нам дали перевести текст. Это был отрывок Джен Эйр. Не помню, какая это была глава, честно тебе сейчас признаюсь. Но она меня очень поразила, заинтриговала. Получив свои честные 4 с плюсом за перевод, я пришла домой и сказала, «Мама, у нас есть Джен Эйр?» У нас была Джен Эйр, я её прочла, потом прочла ещё раз, потом в третий раз. И с тех пор это из зарубежной классики, это моя самая любимая книга. И это стало первой книгой из классики, которую я действительно очень сильно люблю. Даже в том, что раз не несомнится для меня. Классика. Волков Александр, «Семь подземных параллелей». Это что-то вроде продолжения «Страна Оз», так, кажется, называется. Очень-очень-очень классная вещь. Я её одновременно зачитала до дыры. И тебе честно признаюсь, вот это вот ужас на корешке. Вот ещё. Это не от того, что она там сколько-то лет пролежала в гараже, или больше 20 лет уже. Это от того, что я её читала просто постоянно. В буквальном смысле до дыр. Эту книгу я тебе уже о ней рассказывала. В своих книгах детства, по-моему, я оставлю ссылку. Не буду сейчас повторяться. «Сугиби Лоуса», «Сметельная кастрюля» или «Возвращение Печенюшкина». Это вторая часть трилогии вот о Печенюшкине и сёстрах Зайкиных. Вот эту книгу я долго, я всё время дома потеряла. Очень её любила в детстве. Геннадий Михасенко, «Земляныр» или «Каскад приключений». Знаешь, вот эту книгу Карла и Варя попадают в микроскопический мир. Ну, вот эта история, когда двое детей уменьшаются и попадают как бы, собственно, двор в парке, не знаю, или что-то похожее, но тут главный герой попадает в мир грибов. Это было так интересно. Так что, если ты мамаша, у тебя есть дитё, непременно, непременно пусть дитё прочитает эту книгу. Здесь очень такая трогательная, трогательный эпиграф, наверное, это называется, я не уверена, извини, меня. Ну, когда такое вот пишет автор посвящения каким-то людям в начале книги, я тебе зачитаю, ты тоже послез. Ну, сразу это не вызывает, но у себя, ну, как мило. Вот такой эмоций вызывает. Сыну Антону. Он всё вздыхал. Ага, Саня с Олегом так сочинил Терлямов, а мне. Вот и тебе сказка, сынок. Но уже подоставит первая внучка Машенька, которая вскоре потребует сказки и для себя. Новое действие ждёт новых сказок, значит, они будут. Верящий в чудеса автор. Ммм, скажи трогательно. Да, извини за мою собаку, она истеричка. А вот подтверждение тому, что я уже в детстве была патриоткой славянской, сказки. Тоже очень её я и любила в детстве. Просто сказки, сказки, сказки. Они предотвеляются на страны, которые, ну, в них славяне живут. То есть это белорусские, предлорусские, болгарские, босно-керцеговинские, кашубские, лужицкие, марафские, польские, русские, сербские, славянские, украинские, украинские, как правильно, да, линии, хорватские и чешские. Вот так. Вот эта книга вообще у меня без обложки оказалась «Вдоль парадуги» или «Включение Печенюшкина». Белусов Сергей. Первая часть самая-самая-самая замечательная. Опять же, если у тебя есть детки, понравится им. Ярмарка колдовства. Страшная история детей и взрослых. На самом деле здесь история не типа, что в чёрном-чёрном лесу стала чёрная-чёрная избушка, а потом чёрная-чёрная избушка, жила женщина с чёрными-чёрными волосами. и я учёл на чёрный перелок. Нет, это всё классика. Если мы заглянем в оглавление, кстати, здесь фраза ужас какой ужасный. то есть здесь увидим Гоголя, Погорельского, Адаевского, Бестужева, Марлинского, Загоскина, Сомова, Пушкина, Оксакова, Толстого, Куприна. То есть это классика. Здесь и есть моя любимец тоже, Виталий Губарев. Здесь есть Остров пиратов, Королевство клевых зеркал, О, Королевство клевых зеркал и Путешествие на утреннюю звезду. О, Путешествие на утреннюю звезду. Все эти три истории, они просто потрясающие. Опять же, если у тебя есть детки, Лермонтов, Герой нашего времени. 37 копеек цена. Сборник сказок. Я эти сказки очень-очень любила, здесь я постоянно их перечитывала. Конечно, они весь том махом избраны там, ну, частями. То есть я возьму одну сказку, почитаю другую книгу, почитаю, потом вернусь к этой книге, еще какую-то сказку, почитаю. Я вообще очень люблю сказки. Они все, как это, потомки той истории, которую мы уже не помним, потомки тех традиций, которые мы уже не помним. Конечно, в данном случае я не говорю о славянских традициях и обычаях, но все равно очень интересно почитать, познакомиться со сказками других культур. Так, это у нас Элинор Фарджи, называется Седьмая принцесса. Здесь сказки, рассказы, притчи, вообще совершенно уникальные издания, я считаю. Эта книга была куплена за год до моего рождения. По году издания вижу, называется «Приучения доисторического мальчика», «Дервильи» у нас авторы. И, судя по всему, эта книга стырена из библиотеки. Называется «Баканская объединенная городская библиотека». Каким образом... А, не-не-не-не-не, видимо, просто я ее уже стылила из библиотеки в свое время, потому что стоит название моего города на штампе. В том годе, в котором я сейчас живу, наша семья приехала только в девяностом году, когда мне было 7 лет. Так что, скорее всего, она была издана действительно за год до моего года рождения, просто я ее потом стылила. Ну, по названию понятно, да, в чем это книга. «Диккенс. Приключения Оливера Твиста». Тоже классика. Я не знаю вообще, как она попала в гараж. Классика. Ладно, сказки. Я могу понять. Мама не догадалась снести в библиотеку, в дом детского дома, потому что, прощение за эту автологию, еще куда-то испадывала гараж мирно. «Диккенс, Оливера Твиста» в гараж. Может, просто под руку случайно попался. Русские народные сказки. Ну, наугад. Смейцы ган, батрак, усы на семь верст, сказка про рудку с золотыми яйцами, двое ей суммы, купленная жена, царевица, пёрышка. О, пёрышка Финстеса на соколе. Елена Премудрая. Я обожала здесь Елену Премудрую. Здесь есть иллюстрации. Сейчас, я еще не найду тебе. Ну, вот, например. Но, чтобы они изобилируют, как ты можешь заметить, обложка очень такая строгая, но подозреваю, что была мягкая обложка сверху, которую терпеть не могу. Которая всегда теряется, потому что я их снимаю, как прежде чем начать читать. Но здесь очень так страницы оформлены, вот видишь, с такими рамочками. Так, эту книгу я помню. Чарская. Сказки голубой феи. Я ее покупала в городе, где проживает мой братец двоюродный. Там как раз возле их дома был книжный магазин. Не знаю, есть ли он сейчас. Ну, тут не очень такие сказки, но ничего, почитать их можно. Ну, гад под акфей, герцог над зверями, живая перчатка, восточнославянские волшебные сказки. тут же есть такое подозрение, как сказки о чудесных противниках, сказки о чудесной задаче, сказки о чудесных невестах и женихах, сказки о чудесных детях, сказки о чудесных помощниках. Люблю слово чудесное. Чудесное, чудесное, чудесное. Чудеснуще. О, эту книгу мне подарили, эту книгу знают все, или хотя бы посмотрел кто-нибудь. Это мне подарили на день рождения. Мне потом очень-очень много лет был вот этот стишок на устах, когда просадил какое-нибудь событие, с мамой тут же напевали, где это видано, где это слыхано, мама решает, а Даша сдаёт. Ну, она всё время за меня что-то по математике, по английскому. Вот эту книгу я приходила, без гаража случая, реально попалась, Борисштейн, Гоша и Агаша, такая детская-детская книжка, одно время, значит, умела дворную, так это у меня уже выше говорила, опять моя собака и стеречка лёт. У них был разговаривающий попугай Кеша и ещё волнистый попугай Маша, красивая такая, голубенького цвета была, Кеша был такой зеленоватый. Ну, как это. И мне, конечно, тоже хотелось, не всегда хотелось в детстве всё, что было у Артёма, хотя, как бы, наша семья считалась более состоятельной, и он был младше меня. Обычно же нам бороют, младше дети, и хотят то, что у старших. У брата появилась Дэнди, я захотела Дэнди, у брата появилась Сони Плейстейшн, я захотела Сони Плейстейшн, там у брата был разговорчивый попугай, я захотела тоже, да, и как раз Маша высадила яйца. И мне хотели подарить на день рождения попугая, который вылупился бы попугачонком. Книга. Внёмся к книге. Ну, в общем, вдохновлённая тем, что мне подарят попугачикам, я стала клянчить, купите мне книжки попугает, мне купили вот такой. Она такая очень-очень детская, тут такой шриц соответствующий, тут даже нумерация страниц такая детская. И здесь на каждой страничке по огромной совершенно картинке. Но она клёвая, клёвая, для маленьких деток. Я была так рада, что я нашла вот эту книгу. Называется «Шкатулка дедушки Елисея» и автор у нас Леш Тугин. В форме такого повествования, наверное, для детей рассказывается очень много классики. И всё это так рассказывается интересно, прям вот с какими-то секретиками, с какими-то такими немножко мистичными, сказочными событиями в жизни главных героев, которые, кстати, отроческого возраста. Прям вот это одна из моих любимых вещей. И эта книга причина того, почему я не испытываю отвращение к классической музыке. как-то, знаешь, в наших школах, в моей школе, не буду я обобщать, в моей школе, привет, школец, приветом. Мне привили не честно-классная руководительница, она же преподаватель русского языка, хотя у меня язык не прощается назвать её преподавателем. Она же считалась преподавателем русского языка литературы. Очень-очень-очень старалась привить отвращение к чтению. Слава Богу, в моём случае у неё это не вышло. В нашей школе прививалось отвращение к классической музыке. Как у нас происходило урок классической музыки? Мы приходили, нам учительница давала задание к следующему уроку назвать несколько классических произведений музыки. Ну, просто, знаешь, название, Луна-Соната и автор Бетховен. Уходила, и мы дурковали. Урок классической музыки, дамы и господа. И вот, эта книга спасла мне душу, дала понять, что классическая музыка это не тот ужас, который нам пытались преподавать в школе, чтобы её пусто было. книгу. Эту книгу я купила сама по какой-то копеечной цене в ларьке, который находился возле рынка, автор Байко, волшебный стонар Шарля Перо. Эта книга совершенно универсальна. Она подойдёт как для детей, так и для совершенно взрослых тётенек и дядей. Здесь рассказывается эволюция сказок. Я здесь впервые услышала, что указывается Красная шапочка современная в первый совершенно раз была написана несколько иначе. То же самое с Золушкой, Спящей Красавицы и многими-многими другими столь популярными, которые подписываются Шарля Перо, Братьям Гримм. На самом деле также указываются истоки этих сказок вплоть до исторических времён. Всё это подаётся в такой интересном совершенно форуме, в форме путешествия человека в прошлое по сказкам. Он встречается с этими всеми волшебными героями, со всеми авиациями сказками, со всеми писателями, которые сказки передавали. Ты, кстати, знала, что в определённое время, в определённый исторический временной период сказки были запрещены как их писать, так и издавать, и передавать, и так далее. Очень, очень советую совершенно всем. Просто от какого там возраста сейчас дети умеют читать и вплоть до пенсионного возраста, то есть это совершенно универсальный, никак в возрасте неограниченный сюжет книга, как хочешь это всё понимать. м包 мак 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 Продолжение следует...